Философский инструментарий. Модальное отношение. Это видео относится к общей теме философии законов Пейрода. Однако мы с ней будем говорить не про какую-то конкретную концепцию, а вообще про некоторый инструментарий, который универсальна для всех концепция по отношению к законам Пейрода. И поэтому ему важно проговорить отдельно. Итак, модальное отношение. Во-первых, модальное отношение существует не только в философии, но и они выражены в грамматике, в повседневном, в том, как мы повседневно делаем высказывания. Модальность – это категория, выражающая статус, обозначенная днем ситуации по отношению к реальному миру. или отношение говорящего к высказанному. Говорящий может показать свое отношение к тому, что он говорит. Значит, вот есть несколько примеров. Первый. Не уверен, что Маша пришла бы. Значит, у нас есть ситуация, где Маша не пришла, и человек говорит о том, что он не уверен, что она бы пришла бы вообще. Значит, он говорит, не уверенность высказывает, и в то же время мы понимаем, что он говорит не о реальном положении дела, а о каком-то воображаемом. Значит, вторая ситуация. Вот бы пришла Маша. Идея. Мы понимаем, что Маша сейчас не приходит, и это является пожеланием того, пожеланием какого-то реализации какого-то сценария. И уходи, Маша, это может быть даже призыв. Человек говорит о том, что не о том, что Маша уходит, а он вызывает, он говорит о том, что хотел бы, чтобы Маша ушла. Значит, это как модальность выражается в грамматике. Теперь посмотрим, как модальность выражается в логике, тоже по отношению к миру. Или, как мы, как философы любят говорить, возможные мира. Звучит даже мистически, какие-то возможные миры, но речь идет о том, что какие сценарии вообще развития событий возможны. Вот это и есть возможный мир. То есть, когда человек говорит, хорошо, чтобы Маша пришла, он тоже говорит про возможные миры. Значит, модальности бывает, у нас есть необходимость, возможность, случайность, невозможность и действительность. Один блок. Необходимость. Это во всех возможных мирах. То есть, все возможные сценарии, которые мы можем представить, это событие должно случиться. Случайность. В некоторых мирах случается, в некоторых нет. Невозможность. Не случается ни в одном возможном мире. Да, то есть, вообще невозможно. Значит, следующий блок. Возможность. Это, как минимум, в одном из возможных миров. То есть, у нас есть один мир, например, и мы говорим о том, что в нем у нас что-то возможно. Значит, и действительность, то, что реально, как бы, реализуемый сценарий. Да, вот мне, я почему-то предпочитаю говорить вместо возможной миры, да, возможное сценарие. Значит, вот у нас есть наши модальности. Теперь посмотрим, как они относятся к, еще вот, по поводу возможных миров. Как мы можем измерить дистанцию между возможными мирами. Ну, вот, очень просто. У нас есть действительный мир, вот он в центре. И наши сценарии, которые, там, потенциально возможны, они будут приближаться или удаляться от действительного мира. Ну, то есть, если вы, среди ваших друзей есть Маша, и вы договорились, вы уже несколько раз о чем-то договаривались, что где-то встретятся, то вот эта вероятность того, что она придет, она значительно выше, чем в альтернативном мире, где вы, например, вообще не знаете никакую женщину по имени Маша. Вот. И тоже думайте, что она бы пришла. То есть, здесь критерием является схожесть. Значит, и в этом виде нет никакой, как бы, мистики. Значит, следующая категория, которую мы должны разделить, это отношение между логической возможностью и физической возможностью. Это уже более, ну, может быть, такая интересная вещь. Например, мы понимаем... Значит, мы видим, что логическая возможность шире, чем физическая возможность. И мы дальше будем говорить, но представим себе, возможно ли, что человек доживает до, например, ста лет. Ну, логически это не является проблемой. Значит, физически, как кто-то да, кто-то нет, это возможно. Значит, возможно ли, чтобы... Значит, деревья каким-то... Ну, или, возможно ли, единороги. Странный вопрос. Но физически, если мы можем себе... Я не специалист, но, наверное, мы... Логически мы точно можем представить единорога. Мы представим себе, как лошадь с единым рогом. Физически мы понимаем, что сейчас единорогов нету. Возможно ли они? Да, это то, на что должны нам ответить биологи. Можем ли мы искусственно, например, вывести единорога? Тут я не знаю, но биологи могут сказать, есть такая возможность или нет. Логически она есть. А вот логически представить, круглый квадрат нету. Ну, и физически такой возможности нету. Значит, то есть у нас есть много каких-то физических возможностей. Они не всегда... Но они уже, чем наши логические возможности. Теперь вот еще один концепт. А как быть с юридическими правилами? Или правилами, которые создают... Создано человеком. Они обязательно должны быть, например, юридическими. Они могут быть, вот как на этом слайде написано, правила футбола. Правила игры. Значит... Или игры в шахматы. И здесь разделяются две вещи. Это конститутивные и регулятивные. Вообще, эта тема уже важна для социальных наук. В большей степени, чем для, например, физических наук. Но это довольно важно. Значит, у нас есть, например, то, что нельзя брать в футболе, нельзя брать в руки мяч. Это конститутивное правило. Значит, то есть, если люди начнут его брать, мяч руками, и там носиться с ним будет как баскетбол, то игры в футбол вообще не получится. То же самое, если вы будете ходить шахматами как-то иначе, чем это придумано в игре. Это правило конститутивное. И есть еще регулятивное правило, которое регулирует нашу деятельность. Что будет, если вы нарушите закон? В законах природы тут как сложно. Кажется, что нельзя нарушить закон природы. А закон, который создан человеком, или правила, которые созданы человеком, их можно нарушить, и люди придумывают какие-то санкции за их нарушение. Они таким образом регулируют поведение людей. Ну вот, мы сейчас подводили некоторые такие абстрактные понятия, а теперь попробуем их пояснить на конкретных примерах. Но до этого, да, вот, значит, как это связать с законами. Еще немножко теории. Значит, формальная формулировка законов. Ну, законы, говорится, говорят про универсальные классы. Ну, например, все А есть Б. Тут очень просто. Ну, там, все железо проводит электричество. Значит, или, например, всякий раз, когда происходит событие С, происходит событие типа Е. Или если случится событие А, то есть необходимость случится событие Б. Вот так мы формально выражаем законы. Значит, замечу, все они здесь не указывают вероятность, вероятностный характер. Здесь они все говорят, либо да, либо нет. Либо этот закон, что тут имеет место быть, такое поведение, либо нет. Значит, и вот теперь давайте посмотрим на примеры. Значит, здесь есть пять утверждений. Мы должны понять, истина или ложь. Являются ли они закономерностями, или они являются случайностями. Ну, вот, все единороги существа с одним рогом. Истина это или ложь. Физически мы знаем, что это ложь. Ну, то есть нет ни одного единорога с рогом в природе. Он, это пустое, утверждение пустое. Нет таких предметов. Однако, логически, оно является вполне истинным, потому что это, ну, по сути дела, утверждение. Второе предложение. Все четные числа делятся на два. По сути дела, является похожим с первым. У нас есть просто определение. Что такое четные числа? Четные числа – это те числа, которые делятся на два. Нам не важно сейчас идти в философию математики и думать, существуют ли числа на самом деле или нет. Вполне вероятно, что это тоже-таки наши конструкции, которые позволяют нам хорошо описывать мир. Ну, вот. И эти конструкции являются логически непротиворечивыми. А эмпирически мы не можем сказать. Мы не можем увидеть четные числа в природе. Это те категории, которым мы просто, которым мы описываем природу. Ну, например, вот таким образом мы можем подойти к этому, к этой проблеме. Третье. Все твердые массы чистого плутония весят менее 100 тысяч килограммов. Истина это или ложь? Ну, может быть, мало кто знает про характеристики плутония, но это ложь, то есть это истина. Они все весят менее 100 тысяч килограммов. И здесь есть одно, здесь есть объяснение, как раз-таки научное. Потому что после предела определенного веса плутония взрывается. Ну, собственно, на этом, как я понимаю, основан на эффект атомных бомб. Значит, что в больших количествах он начинает взрываться. Поэтому это можно сказать не только истинно, но еще и закономерность. Предыдущие, да, все числа делятся на двое. Здесь можно было бы тоже сказать, что здесь есть какая-то по определению аналогически верная. Значит, четвертое. А в моем холодильнике сыр только от отечественного производителя. Истина это или ложь? Ну, глядя на холодильник, скажу, что это истина. Но является ли это закономерность или это случайное обобщение? Хороший вопрос. Значит, кажется, и как мы это можем проверить? Ну, мы можем, конечно, думать, что представим себе есть закон, который говорит о том, что, например, россиянам запрещено хранить сыр импортного производства в холодильнике. Тогда это было бы физически возможно. Потому что мы можем представить себе, что в холодильник помещается сыр на странном производстве. Ну, например, нелегально, но физически возможно. Логически тоже возможно, потому что сыр это предмет, холодильник это, ну, тоже объект. Если сыр меньше, ну, определенного размера, то он помещается в холодильник. Как бы здесь все нормально. И пятое. Некоторые люди могут жить более 125 лет. Истина это или ложь? Это сложный вопрос. Потому что, как говорит Википедия, документально зафиксированы люди, которые дожили только до 124 лет. Но является ли это закономерным? То есть, можно сказать, что некоторые люди... Сейчас нет ни одного человека, документально зафиксированного, который жил бы более 125 лет. Но является ли это случайностью или является это закономерностью? Кажется, физически мы можем себе представить, что при развитии, ну, там, медицины, каких-то вещей, можно бы себе представить человека, который жил бы дольше 125 лет. Поэтому, в данном случае, это обобщение, это утверждение является неверным, потому что нет таких людей, но потенциально правильным. Значит, как мы можем отличить закон от случайной генерализации? Ну, мы используем контрафактические высказывания. Это как раз... Я уже приводил этот пример с тем, что мы можем представить сыр в моем холодильнике. Ну, вот, на этом мы, наверное, сейчас завершим такой общий обзор. И дальше посмотрим, как это работает примитительно к двум теориям. Теория закона как регулярности и как необходимости. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok